Итак, ну что ж, Ариерру, мои маленькие любители по курсе, мы с вами продолжаем играть такую увлекательную игрушечку, как Факторио. Ну, как я и говорил, за кадром я достроил всё-таки этот гигантский цех по добыче нашей стали, и он у нас теперь замечательно работает. Мне пришлось всё-таки здесь немножечко измелиться нашей русской отсыпать, но я думаю, что это не создаст таких уж и больших проблем. И я бы хотел заняться в этой серии производством колбочек. К сожалению, пока что у меня руки не дошли особо перенести цех по переплавке вот сюда. Возможно, мы этим займёмся с вами в этой серии, но в любом случае у нас есть сейчас задание с вами, и задание это состоит в вспомогательных пакетах номер 3. Для них потребуется каркас, конструкция и процессор. Самое простое, наверное, что мы можем сейчас наладить, это производство электродвигателей. Здесь у меня выведена уже отдельная строчка под двигатели, её примерно можно довести сразу до суда. Здесь она у нас успешно повернёт, таким образом, что из этих двигателей мы сейчас будем получать наши электродвигатели. Так, а дальше конвейеры пойдут также 4 штуки, как и планировалось. Надо посмотреть, что нам ещё нужно для электродвигателей. Электросхемы и смазка. В принципе, всё это у нас есть в шаговой отсюда доступность. Если так посмотреть, то электросхемы, по идее, мы не забирали с вот этих вот двух наших конвейеров, поэтому, пожалуй, на электродвигатели я буду забирать с самого верха. Всё, по идее, электросхемы я тоже сюда вывел. И самый последний ресурс, которым я остался, это наша смазочная жидкость. Всё, по идее, все три ресурса я вывел. Сейчас нужно поставить сборочные автоматы здесь и примерно распланировать, как это у нас всё будет происходить. Потому что я точно не помню, как всё это должно у нас строиться. И схема моя будет представлять именно вот такой вот для себя вариант. Только не надо забывать, что тут нужно разместить два контроллера. Всё, получается у нас замечательно таким образом готово. Смазка сюда подаётся, и у нас здесь крафтятся наши электродвигатели, а после уже помещается наш быстрый конвейер. И вот такое вот торжество мне нужно скопировать ещё минимум один раз. И также здесь это всё разместить. И вот так вот примерно у нас получается схема по производству наших электродвигателей. Опять-таки я повторяю то, что это именно концепт. И я хочу сделать базу всё модульной, а значит то, что вот эту вот всю часть можно просто скопировать, вставить вот сюда. Пока двигатели и электросхем у нас хватает сполна, значит всё у нас суперским режимом расположено здесь. Таким образом у нас получается электродвигатели попадают на наш конвейер. Замечательно. Так, что дальше нам нужно на наши жёлтые пакеты? Это процессоры, каркасы дрона и конструкция. Так, давайте пока займёмся тем, для чего мы крафтили электродвигатели. Электродвигатели мы крафтили с вами для каркаса. Но также для каркаса нам потребуются с вами аккумуляторы. Аккумуляторы у нас крафтятся из серной кислоты, а серная кислота по факту это лишь сера, насколько я помню, вода и железо. Железо у нас есть, вода у нас тоже в трубопроводе нашем есть. И серу по-хорошему мы можем сразу по месту производить, а не брать отсюда, чтобы лишний конвейер у нас не занимать. Это замечательно, давайте этими займёмся. У нас получается аккумулятор достаточно с лихвой, и нигде дальше в крафтах они не участвуют, за исключением, наверное, самих батарей. Но батарей мы делать в промышленном масштабе не будем, так как у нас в принципе не будет солнечного производства. А значит, то, что небольшого такого пространства здесь, думаю, вполне даже за это хватит. Также я вижу сейчас у нас большие идут просадки по меди, и думаю, что в скором времени мне придётся это всё нормализовать и даже реконструировать производство меди. Но опять-таки это будет по месту и в скором времени. И примерно как-то так у нас получается производство серы. Получается оно здесь именно таким образом, с расчётом на будущее. Замечательно. Получается, нам осталось для производства серной кислоты всего лишь две вещи. Это железо и вода. Вода у нас также здесь проведена, и осталось мне только привезти сюда железо. Железо же мы здесь получаем? Получаем. Всё правильно. Ну, по итогу как-то так у меня будет выглядеть итоговое производство самих аккумуляторов. Сера, вот эта вот, которая здесь располагается, она будет опять-таки модульной, и она может вот так вот у меня вверх располагаться вообще без особых проблем, и всё замечательно. Серная кислота у нас опять-таки производится из самой серы, а также из железа, который мы сюда подставляем с помощью наших конвейеров. Здесь у нас железо разделяется на две составляющие. Железо для аккумуляторов и железо для серной кислоты. Туда у нас всё замечательно таким образом поставляется. Значит, то, что у нас серная кислота производится. И серная кислота, производясь, попадая в наш также химический вот этот вот замод, который производят уже манипуляторы. Вот это уже получается финальный у нас этап производства. Правда, я тут немножечко накосячил, и мне придётся это всё впоследствии переводить вверх. По факту вообще это не особо такое какое-то сложное производство и требующее каких-то принципов или проблем. Учитывая то, что у нас здесь уже, в принципе, достаточное количество серной кислоты соскодировалось, а значит, то, что у нас всё замечательным образом работает. И всё. Даже здесь у меня получилось небольшое такое модульное производство аккумуляторов распланировать. Таким образом, что аккумуляторы теперь у нас в автоматическом режиме полностью поступают на конвейер, и даже в успешном очень образом. Получилось это так, то, что вот с этой стороны у нас получается подаётся серная кислота, и всё это не для наших резервуаров. Главное, чтобы просто вот этого производства у нас здесь хватало. Если его не будет хватать, то, в принципе, не создает вообще никакого труда и просто его увеличить производство серо. И в итоге мы здесь получаем наши аккумуляторы. В принципе, что мы и хотели добиться. Так, и надо посмотреть, что мне, в принципе, осталось для того, чтобы сделать процессор. А, мы только приготовили вещи, которые необходимы для него. Хорошо. По-хорошему, мне сейчас ещё нужно сделать уже в автоматическом режиме каркасы дрона. Для них нужно что? Получается, для них нужно всё то, что мы сейчас вывели. Аккумуляторы, электросхемы, двигатели и стали. Электросхемы есть, сталь есть. По-хорошему, вот эти вот двигатели, которые мы здесь производим, нужно нам выводить на конвейер. И мы это успешно с вами делаем. Какие мы с вами молодцы, представляете? Я опять тупанул как-то очень сильно. И производство разместилось слишком низко. Ладно, ничего страшного. Давайте пока временно вариантом тогда. Я не хочу особо сейчас перестраивать базу. Может быть, впоследствии, но явно не сейчас. Ну и всё. Вот проблема решена. Просто впоследствии я их выгружу. Они всё равно же сейчас не используются. А вот эти четыре линии я продолжу не после того, как закончу здесь. Так, примерный план я тут набросал. И получается, мы собираем всё, что нам необходимо для каркаса дрона. Получается, я сюда полностью ввожу аккумуляторы и полностью ввожу электродвигатели. И в дальнейшем они нам не понадобятся от слова совсем. Я посмотрел примерное соотношение чего, сколько нужно. И принял гениальное решение. Пустить немножечко по-другому крафт. Если я правильно помню. То очень по-идеольскому, но тем не менее. И мы можем вот так вот размещать, скажем, четыре пока штучки, я думаю, за глаза хватит. Что я имею в виду вот таким вот размещением. То есть у нас здесь идут ресурсы для крафта. И здесь идут опять-таки ресурсы для крафта. И все их мы можем сюда засовывать обязательно манипуляторами. И здесь мы ставим на рецепт каркас дрон. А выгружать мы всё будем опять-таки вот нашими вот такими вот длинными манипуляторами. И получается у нас следующая картина. Тут будет идти две линии манипуляторов с каркасами дронов. Первые каркасы будут идти на создание наших колбочек жёлтеньких. А вторые каркасы будут идти на создание самих дрончиков. Которые у нас хорошо, что в скором времени появятся. И вот наши первые каркасики произведённые в автоматическом режиме. И здесь вот получается вот в этом вне пространстве нужно сейчас начинать производить вот такие вот конструкции малой плотности. Я даже думаю, что вот из этой линии в принципе взять две линии медных пластин, поскольку медных пластин потребуется на создание вот этих вот конструкций гигантское просто количество. Теперь мне осталось только по стуке пластик и сталь. Ну и всё. Получается я вот здесь вот до бесконечности буквально могу замечать вот эти два наших ресурсов. И уже получается здесь я ставлю наши производственные цеха. И восьми штучек я думаю пока для начала хватит. А дальше уже мы посмотрим. И мы с вами ставим сами манипуляторы и длинные манипуляторы для того, чтобы собирать сюда все ресурсы, которые мы здесь имеем. Мы ставим сюда получается крафта этих самых конструкций. И размечаем здесь. Но поменьше сейчас мы жёстко конечно просядем. Нужно будет мне уже есть в скором времени заниматься. Мы увидим то, что единожды это всё у нас загрузилось. Особо таких простой уфинге нету. И вполне времени крафта вот этих вот микросхем хватает у нас для того, чтобы компенсировать нехватку некоторых ресурсов. Замечательно. Получается нам осталась всего последняя какая-то деталь для производства этих жёлтеньких микросхем. И это самое мною нелюбимое синенькие процессоры. Икрафт не сложный, но опять-таки из-за того, что их нужно гигантское какое-то количество, он достаточно замороченный. Нужно всего лишь 20 микросхем, 2 улучшенных и опять-таки серная кислота. Я думаю то, что серную кислоту я буду прям брать отсюда. Сейчас её выведу в отдельную линию здесь снизу. Всё, мы получается полностью сюда вывели необходимые ингредиенты для производства синеньких процессоров. Блин, я опять тупанул. Да, всё правильно, надо было их местами поменять. А мы можем с вами поменять их местами очень просто, да? Ведь если я правильно помню, вот такая вот механика есть у наших конвейеров. Потому что фильтр давайте поставим зелёный, он у нас будет влево. И если я сейчас немножечко заберу процессоров, то да, всё правильно. Тупил и мучился, ну ладно. Оказывается так всё просто было. Получается в итоге, что мы делаем? Мы ставим вот здесь вот получается первый наш сборочный автомат. Через один блок мы ставим ещё один. Здесь назначаем то, что производят синие процессоры и доводим до них серную кислоту. И делаем так, чтобы в случае чего она у нас шла получается дальше. И с помощью пакетных манипуляторов сюда будем доставлять зелёные микросхемы и с помощью красненькие будем доставлять сюда красные микросхемы. Всё, заработало. Заработало, ребята! Заработало! С помощью обычных манипуляторов я буду забирать это всё и посылать на конвейер. Да, они производятся долго, но тем не менее они у нас уже производятся. Супер! Шикарно! Очень даже супер! Так, получается сразу я у нас вывел вот эти вот наши конструкции какой-то там плотности, неважно. И сразу же я их, получается, засовываю на ленту и везу их на... Куда я их везу, пока не знаю. И получается на вот этот вот конвейер вот на этот вот я должен закинуть сейчас у нас, получается, наши синенькие микросхемочки. И получается вот эти вот две части самые являются важные для производства на колбочек. И остались здесь лишь только кракасы дронов. А мы же их производили, я почему их никуда не складировал? Вот они! Вот эти кракасы дронов, а почему я их никуда не складировал? Да, я тут ещё фрукт. Ладно, ничего страшного. Просто кракасы дроны, тогда давайте сейчас просто вот так вот, оп, и сделаем. И на конвейер сторон. Так, получается, все наши ресурсы я вывел. Понимаю то, что процессоры вот у нас немного и производятся они в малом количестве, но хотя бы такой масштаб меня уже будет устраивать. Здесь же мы назначаем исследования жёлтые исследовательские пакеты. Ставим здесь конвейер банальный, чтобы было удобно. Здесь банальный манипулятор, сундучок какой-нибудь, не знаю. Пока в сундучок складировать всё это будет. Ставим здесь вот такую обученную лэп. И ставим здесь вот такие вот наши быстрые манипуляторы. Соответственно, с длинными вместе. Всё, всё это начало работать и у нас начали производиться, получается, жёлтые колбочки. Давайте их ждёмся. Да, производятся они, конечно, долгое, поэтому их больше здесь количество нужно. Но как я погляжу, в принципе, всех материалов пока что хватает. Ага, не хватает. Ну ладно. В любом случае, наращивать производство синих мне нужно микросхем. Наращивать производство вот этих вот дронов мне нужно. Мне, в принципе, нужно наращивать производство вообще всего. И всё это будет в следующей серии. А мы сможем это сделать только тогда, когда я налажу и отсортирую вот здесь вот нормальную такую гигантскую установку про производство меди. Наподобие той самой, которая стоит у нас вот здесь вот и производит нам железо и сталь. Ну а пока на этом всё. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Ещё услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok